МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии для вас работает Сусанна Халилова. И каким запомнился этот день глазами наших корреспондентов. Возмутительное давление в Конгрессе США. Лавров о ситуации с Твиттер и российскими СМИ. Махачкала примет седьмой турнир по вольной борьбе на призы Мурада Гайдарова. Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер подвели итоги переговоров. Лавров назвал размутителем давление, которое американский Конгресс оказывает на российские СМИ и представителей популярных соцсетей. Russia Today вел прямую трансляцию. Я надеюсь, что эти представители электронных СМИ социальных сетей будут все-таки верны идеалам профессии журналиста. Будут максимально стараться писать правду и не поддаваться на абсолютно возмутительное давление и напрямое вмешательство в деятельность социальных сетей, которое сейчас оказывается в американском Конгрессе, выдвигающем все новые и новые обвинения, требования, не подкрепленные, еще раз скажу, ни единым конкретным фактом. Победа года. ДРС ЗОР освобожден от ИГИЛ. Сирийские СМИ и военные источники сообщили об успешном завершении операции по освобождению города ДРС ЗОР от боевиков Исламского государства. По словам главы провинции ДРС ЗОР, на улицы города уже начали выходить мирные жители, празднующие победы. Город был оккупирован террористами на протяжении последних трех лет. Сирийская армия при поддержке союзников освободила город ДРС ЗОР от боевиков Исламского государства. Об этом со ссылкой на военные источники в Сирии сообщают сразу несколько СМИ. Сирийская армия вернула безопасность и стабильность всему городу. После последних боев были ликвидированы оставшиеся участки террористов. А мирные жители уже выходят на улицы, радуясь долгожданному освобождению ДРС ЗОР, который был оккупирован боевиками с 2014 года. В селении Сивуха Савюртовского района прошла благотворительная акция, в ходе которой состоялась массовая посадка деревьев в парке. Первые саженцы были посажены аксакалами села. После любой желающий мог принять участие в благом деле. Перед началом акции с речью выступили глава муниципалитета Али Алиев и имам села Сивух Саид Османов. Они обозначили важность проводимого мероприятия и его пользу как для экологии села, так и для его благоустройства. Вот сегодня мы начали закладку сада. И мы думаем, сегодня завершим. И в дальнейшем планируются и тротуары, и бордюры, и все-все как положено. Я думаю, что я уверен в том, что здесь будет очень красиво. Акция проходила по инициативе представителей Дагестанской региональной организации молодежи Сивуха. Одной из главных целей проведения мероприятия послами организаторов было объединение молодежи вокруг одного благого дела. Сегодня наш парк послужил именно причиной объединения. Послужил объединение и братство среди сельчан, молодежи, взрослого поколения детей. И можно смело сказать, что праздник удался. После выступлений все участники акции приступили к массовой посадке деревьев. Старейшинам села была предоставлена честь первыми посадить саженцы. Далее с бодрым настроем дело подхватили и представители молодежи. Абдулла Алиев, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Сивух, Хасаюртовский район. Аналитик телеком Дейли Илья Шатилин прокомментировал сбой сегодня в работе мессенджера WhatsApp. О причинах можно гадать очень долго. Но, скорее всего, это какой-то технический сбой. Например, авария в дата-центре или неудачное обновление софта, сказал он. По мнению экспертов, вероятность того, что это была хакерская атака, крайне мала. Обычная атака потребует серьезных вложений и должна быть очень масштабной, чтобы вывести из строя WhatsApp. Когда хакеры атакуют какой-нибудь конкретный ресурс, это одна история. Здесь же экономическая целесообразность атаки непонятна. А ради баловства делать это, конечно, никто не будет, отметил он. Шатилин также отверг возможность заражения вредоносным программным обеспечением серверов мессенджера. Дагестан. Молодые люди садятся за руль и превращаются в настоящих убийц. Желание выделиться, показать свои лучшие навыки вождения, быть первым в свадебном кортеже. Все это подталкивает горячих джигитов к безумным поступкам, которые приводят к летальным исходам. Двумя неделями ранее в результате выезда на встречную полосу произошла очередная страшная авария. Погибли два человека, супруги. Их ребенок в реанимации. Он проснется и узнает, что родителей нет в живых. И таких примеров десятки. Если человек насмерть, можно сказать, сбивает другого человека или сам разбивается преднамеренно, совершая, так сказать, нарушая законы и правила, то можно сказать, этот человек подвергает себе риску самоубийства или человек убивает другого человека. То есть можно назвать и убийством это. Пользователи соцсети призывают прекратить убийство. Предлагают меры по контролю. Например, ставить во главе кортежа старшего, который будет следить за молодыми. Не пускать пьяных за руль и не садиться к таким в машины. Результаты опроса выявили, что большинство дагестанцев против правонарушений. У нашей молодежи, наверное, кровь кипит. Из-за этого бывают, начинают себя показывать. Чтобы были поосторожнее, не только о себе думали. И думали о других. Это свадьба один день будет. А жизни других людей это не каждый день, конечно. С свадьбами я нормально отношусь, но то, что кортеж такой шум поднимает, это действительно к этому отрицательное отношение. Потому что нарушает покой людей, люди боятся. Иногда бывает, что стреляют. Ну, наверное, не знаю, для дагестанцев это как-то приемлемо, наверное, для наших. Соблюдая эти традиции, может быть, это тоже делают. Но хотя здесь, в городе, с таким движением, автодвижением, по-моему, им не следует это. В любом случае, там может произойти любая трагедия, может быть. Сотрудники ГБДД предупреждают водителей. За нарушение правил дорожного движения они будут строго наказаны. Вне зависимости от того, автовладелец находится в составе свадебного кортежа или нет. Безопасность людей превыше всего. Дорожного движения Сотрудники полиции участили в рейдовые мероприятия в выходные дни, чтобы пресечь подобные хулиганства на дорогах. Жажда скорости может утолиться трагической гибелью родных и близких. Включая понты, мы лишаем себя возможности снова услышать голос матери, отца и близкого друга. Теплицы, незаконно потребляющие газ, выявили в Кизелюртовском районе. Газпром Межрегион Газ Махачкала в ходе рейда по соблюдению законности подключения к газовым сетям обнаружил в Кироваул две теплицы, потребляющие газ без договоров. В садоводческом обществе «Химик-2» семь частных домовладений имели несанкционированное подключение. В селе Зубутли-Миатли подобные нарушения были выявлены в десяти домах. Российских подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, наградили Герои России. Всего было отмечено 20 представителей подрастающего поколения. Самой юной награжденной стала жительница Дагестана Милана Юсупова. Девятилетняя девочка спасла из горящей квартиры двоих детей с шести и семи лет. Грязевое озеро в Махачкале реабилитируют в 2018 году. В советские годы озеро являлось источником лечебных грязей. Однако строительство на этих землях частных жилых домов и канализационные истоки привели к ухудшению его экологического состояния. Перед запуском грязелечебницы вода и земля из озера будет исследована на пригодность для использования в оздоровительных целях. В Дагестанском музее изобразительных искусств проходит выставка репродукции Айвазовский. К двухсотлетию художника. 55 знаменитых работ мариниста и баталиста представлены взору зрителя в оригинальном размере на холсте. До 1 декабря жители и гости Махачкалы смогут сделать памятный снимок на фоне картин и пройти художественные мастер-классы. Седьмой по счету турнир по вольной борьбе среди мужчин на призы серебряного призера Олимпийских игр Мурада Гайдарова пройдет 5 ноября в Махачкале. Предыдущие шесть турниров проходили в Навалакском районе, а в этом году он впервые состоится в Махачкале. Состязаться борцы будут в одной весовой категории до 74 килограммов, в которой Мурад Гайдаров провел большую часть своей карьеры. Ждем приезда в Дагестан очень сильных борцов из регионов России и ближнего зарубежья. Победитель турнира удостоится призовых в размере 300 тысяч рублей. Второй призер будет премирован 100 тысячами, а два бронзовых медалиста получат по 50 тысяч. Схватки пройдут на коврах базы стадиона Труд. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 58 рублей 42 копейки, евро 68 рублей 8 копеек. Еще больше новостей вы узнаете на нашем сайте nntv.ru. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин